Ну что же, это достаточно интересный вариант в своем ценовом сегменте и определенно он заслуживает внимания. Приветствую, всем здоровья. Сегодня у меня на обзоре китайский велосипедный шлем. Заказывался он, как несложно догадаться, из Китая. И на доставку с момента заказа потребовалось примерно 25 дней, что в принципе вполне неплохой результат. Пару слов об упаковке. Продавец отправляет шлем вот в такой замечательной штуке, похожей на маленький воздушный матрас, из которого скрутили такую некую коробочку. Находясь в ней, шансов у шлема добраться до заказчика в целости и сохранности определенно значительно больше, нежели в простой коробке. И очевидно, несопоставимо больше, чем в простом пакете. В общем, ко мне шлем пришел без повреждений и, собственно, пора уже появиться в кадре самому непозреваемому. Вот и он. Это некий кэрбул, во внешнем виде которого кто-то, возможно, увидит черты шлема Reveal от итальянской фирмы MET. И, надо сказать, не ошибется общий силуэт шлема. И большая часть вентиляционных отверстий в точности копирует изделие от MET. Но если рассмотреть китайский шлем внимательнее, то несложно заметить, что копирование неполное. К примеру, задние отверстия имеют иную форму и большее количество. Также элементы крепления ремней имеют отличную от оригинала форму. Ну а про механизм регулировки, наверное, даже укрыть не стоит. Всем вполне очевидно, что никакого сходства с именитым брендом здесь и в помине нет. Следующее, более важное отличие от Reveal заключается в фиксации шлема на голове. Тут реализовано все, как в любом дешевом шлеме, даже направляющий ремешков без фиксации. И хотя в целом претензий к такому исполнению нет, но тем не менее отмечу, что разница в регулировках между оригиналом и данным китайцем более чем ощутима. Если кто не догадался, то разъясню, разница не в пользу китайца. Теперь давайте озвучиваю существенный плюс, который шлем получил в результате копирования. И заключается он в просто замечательной для данной ценовой категории вентиляции. Скопированные воздушные каналы выполняют свою задачу на 100% и даже в жаркую погоду в этом шлеме будет комфортно. В общем, если отойти от сравнения этого шлема с именитым брендом и рассматривать его как самостоятельное изделие, то получаем более чем достойный вариант. Что же, давайте взвесим его и посмотрим на цифры. Мы перед этим ознакомимся с заявленным весом. Вот, на наклейке отчетливо видим, что вес нам обещают в 268 грамм. Что же, сравним написанное с действительностью. Итак, цифра перед нами. Вес шлема составляет 242 грамма, что меньше заявленного на 26 грамм. В общем, вес хороший. Теперь осталось подвести итог. Поскольку я в этом шлеме уже совершил несколько поездок, то озвучу не только первое впечатление от осмотра, но также поделюсь ощущениями от практического использования. Начну, возможно, с субъективного мнения, но тем не менее. Я считаю, что данный шлем в своей ценовой категории определенно заслуживает внимания. Изготовлен достаточно качественно. Можно, конечно, придраться к мелочам, таким как направляющий ремешков или не по размеру изготовленные наклейки. Но, опять же, учитывая стоимость, я на такие несущественные мелочи готов закрыть глаза. Тем более, что при использовании шлем проявил себя с исключительно положительной стороны. Отмечу, что китайцы крайне удачно скопировали систему вентиляции, и она действительно хороша. Помимо этого, на голове шлем, благодаря своему весу, практически не чувствуется, и, несмотря на достаточно просто выполненную систему фиксации, сидит более чем уверенно. Не болтается, нигде ничего не давит, и в целом никого дискомфорта не вызывает. Таким образом, на основании этого оцениваю данный шлем как хорошее приобретение, безусловно, имеющее право на существование. В общем, кого заинтересовал данный шлем, ссылку на него вы найдете, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok